Девчонки, всем привет! Я рада видеть вас. Привет в своем канале. Сегодня хочу снять видео. Много видео, на самом деле. Хочу снять. Сегодня проснулась с настроением снимать. У нас становится замечательная погода. Закрыло окно, потому что птицы просто взахлёб поют песни. Солнце вышло. В общем, погодка шепчет, как говорится. Я хочу сегодня, сейчас, снять видео всё-таки не о самой такой позитивной теме, но держаться на позитиве. Я верю в лучшее. Это, наверное, стало сказать в конце, но всё-таки я с этого начну. О коронавирусе, конечно. Как обстоят дела у нас в Чехии с этим. В общем, хочу сказать, что начать с того, что на сегодняшний день, если на вчерашний день, это на 19 марта, на вчерашний день у нас статистика была, по-моему, 593 человека. Это довольно много, потому что на 18 число это было 392 человека. То есть за сутки 200 человек это довольно много, учитывая население Чехии. Это небольшая страна, как вы знаете. И, конечно, немного настораживает это. Но у нас меры принимаются. Довольно быстро, хочу сказать, начали принимать меры, как вот только вот началась в Италии вот этот переполох. В начале марта у нас ввели карантин, в начале марта начали принимать меры, ввели карантин, в садики, школы, как профилактическое. Прошу прощения, в садике ещё работали, но сейчас уже нет. В начале марта у нас сразу же ввели карантин в школах, в университетах. И, значит, приходит на телефон и рассылка, что обратите внимание, что вы сами можете понимать, что вы должны сами решать, ходить вам в такой ситуации на работу или не ходить, потому что работы никто не закрывал. Мы вот на уже позавчерашнего дня, то есть 17 марта, закрыли уже такие довольно крупные предприятия, как Skoda, Volkswagen, то есть 18 числа марта, приняли такой закон, постановление такое, что никто не должен выходить на улицу без защитной повязки. Либо же платок, шарф, всё что угодно, вы должны им закрыть нос и рот. Также это действует уже в обязательном порядке на передвижение в общественном транспорте. В автобус никто не может зайти с открытым ртом и носом. Тем более водители автобуса, автобусы трамвая дезинфицируются, водители носят маски. На первой двери никто не заходит. Теперь, потому что, конечно, сейчас самая подверженная опасность профессии, это которые работают с людьми всё-таки. А это довольно много профессий. Это продавцы, водители, аэропорты, врачи и так далее. В больнице вообще молчу, это отдельная категория. В аэропортах тоже, мне кажется, довольно опасно на уровне встречами. Очень разные люди с разных стран. Где здесь повязки? В аптеках их нет. На дверях огромная надпись, что даже нет на складе. Дезинфекторов, повязок, респираторов нет даже на складе. Поэтому не спрашивайте. На предприятиях работодатели об этом заботятся. И на предприятиях выдают повязки, маски, респираторы. Дезинфекторы у нас на работе есть всегда и были всегда. Так вот, меры принимаются. Власти не цепят. В субботу, по-моему, в воскресенье, если я не ошибаюсь. Заседание у них было. И ночное заседание было. И принимались постановления, законы о том, как предотвратить распространение. С вчерашнего дня ввели такие, с 18 марта у нас ввели такое правило, такое постановление, что обязательно в масках ходить. И маски, респираторы подкишали. И если кто-то не будет, то есть полиция может остановить на улице. Когда уже закон вступил в силу. Сегодня, вчера уже. И могут списать, проверить документы. И спросить, почему вы без маски. И тут же могут выписать штраф на 20 тысяч крон. На 20 тысяч крон это, наверное, где-то 900 долларов будет. Вот. Такие меры принимаются у нас. Поэтому все, многие люди до еще 2 дня назад ходили без маски. Мы в том числе, потому что их просто негде было купить. Я, конечно, носила воротник от свитера. Пыталась как-то хотя бы защитить свои органы дыхания. Ну, все мы знаем, конечно, что маски они не защищают. Но все же такие меры принимаются. Поэтому вот мы были позавчера в магазине. Еще этот закон не вступил в силу. А уже все люди были, 95% людей были в масках. И все-таки, когда едешь по улице, конечно, ходит молодежь некоторая до сих пор. Но сейчас, сегодня, вот вчера уже должны были. Вчера мы ехали и видели еще некоторых людей без масок. Ну, вот на днях вступил в силу закон о том, что в магазины с 10 или 12 часов ходят только пенсионеры. Вот это их время. Они могут, конечно, и в другое время ходить, но здесь только пенсионеры. Другие люди не должны посещать магазины с 10 или 12 часов утра. Так как пенсионеры, они больше подвержены риску заразиться, заболеть или заразить других людей. Поэтому вот такие меры пока принимаются. Также было у них в субботу ночное заседание у властей. И было принято решение, что из Китая прилетит самолет с медикаментами, дезинфекторами, тестами на коронавирус. Само, конечно, слово из Китая меня уже насторожило. Как видите, китайцы уже практически, практически уже побороли. Это что меня тоже как-то настораживает, заставляет задуматься. Но я за них рада. Вот. И думаю, что у нас тоже скоро все наладится. Кстати, по поводу смертности. Насколько мне известно, из официальных данных, вроде бы, смертельных случаев не было зафиксировано. Все лечатся, обследуются. И я надеюсь, что скоро это все пройдет. Мы какие меры принимаем? Носим, конечно же, респираторы. Точнее, у нас маски. Респираторов не купить нет нигде. У нас маски и такие вкладыши меняются в эти маски, одноразовые. Маски можно стирать дезинфицирующими средствами. Кстати, по поводу продуктов. Да, по поводу продуктов. В магазинах продукты есть. Привозятся, поставляются. Все нормально, магазины работают. Единственное, что позавчера мы были в магазине, были в Lidl. И почему-то там не нашла макароны. Я не утверждаю, что их нет. Как всегда, как вот сейчас популярно покупать макароны, туалетную бумагу. Туалетной бумаги, кстати, рулонной нет. Но полно бумаги, которая идет, ну, обычной, самой дешевой, рулонной бумаги нет. Вообще нет. И есть бумага, которая подороже такая, там, трехслойная, четырехдвухслойная. И есть бумажное полотенце. Так что, если кому-то нужно, зря, конечно, я не сказала, что все кинуто скупать бумажное полотенце. Но купить, если есть такая нужда, можно. Для этих целей использовать салфетки, бумажное полотенце. Все это в магазинах есть полно. Так что проблем никаких с этим нет. По поводу макарон выглядели, я не уверена. И круп, по настроению крупней макарон не нашла вообще. Их, скорее всего, там сделали перестановку какую-то. Но сейчас не об этом. Что, в принципе, в магазине можно купить все, что вам нужно. Билла, я не очень люблю этот магазин, но там все есть. Вот было на той неделе, что не было каких-то определенных чечевиц, по-моему, не было. Каких-то еще там круп не было. Ну, потом привезли. Но мы все-таки закупились продуктами. На какое-то время. Не хочу просто ходить в магазин лишний раз. Не хочу рисковать лишний раз. И что еще хотел сказать? Да, также в том законе, где носить маски, написано, что лишний раз не выходить могут без особой нужды. Чтобы мы думали не только о себе, но и о том, что мы можем заразить окружающих людей. О здоровье не только своем, а и о здоровье других людей. Да, еще, как мера предосторожности, мы теперь не ездим в лифте. Входим пешком. Носим маски. До того момента, пока не зайдем в квартиру. Заходим в квартиру. Первым делом мы моем руки. Обычно мылом, потому что дезинфицирующим. Антибактериального мыла в магазинах уже не купить. Кстати, да. Вот чего не купить в магазинах, так это средства каких-то антисептиков, антибактериальных, дезинфицирующих, моющих, например, каких-то. Вы знаете, есть моющие для поверхности, дезинфицирующие средства. Ничего в магазине нет. Я обошла три магазина. Довольно крупных магазина. Ничего. Приходим домой, руки моем, дезинфектором сразу пользуемся, потому что за ручки беремся. Я стараюсь, кстати, браться, если какие-то металлические ручки, рукавом открывать, куртки, пальто. В чем я там знаю, что на вещах тоже он устоялся, если есть этот вирус на поверхности где-то. Еще есть средства, которые можно было найти в магазине, которые мы сейчас принимаем для того, чтобы как-то себя поддержать и укрепить иммунитет. Вот такой вот сироп с хиноцеей, с витаминами для укрепления иммунитета под две чайных ложки один-два раза в день. Это для взрослых и детей с трех лет. Это единственное, что было в магазине. Витамина С тоже в аптеках не купить. Дезинфектором даже в магазинах профессиональных для мастеров маникюра, парикмахеров, гравистов, депопиляции мастеров. Тоже в магазинах не денег купить. Я все везде обыскала. И еще я принимаю вот такие витамины. Но сейчас, кстати, но не постоянно. Клайф от Nature's Way на iHerb заказывала. Мне они не нравятся, мне они не подходят, наверное, потому что углотнуть я их не могу. Сама витамина, она очень большая. Я их сейчас покажу. Вот так вот оно выглядит. Я не могу просто глотнуть ее. Поэтому я ее ускусываю. Когда я ее ускусываю, у нее очень неприятный вкус. Кто-то писал в отзывах, читала, что на вкус она как яблоко с тыквой. Ну, девочки, я не знаю, где вы такие яблоки, таких тыквы находите. Это оттвердительный вкус собачьего корма с йодом. Я сейчас думаю, просто у меня прям, аж я не знаю, у меня действительно, когда я ее раскусываю и пью, это такие усиленно прилагают. У меня просто, простите за подробность, реводный рефлекс. Я когда вот пью, я какая-то не витамины пью, а как будто бы что-то другое. Я обязательно чем-то занюхиваю, это апельсина, мандарина, что-то такое ярким ароматом. Обязательно занюхиваю сразу же, пока вот раскусываю ее, а потом мне надо чем-то запить. Либо большим количеством воды, чтобы вкуса во рту не осталось, либо же закусить. Закусить, вы понимаете, да, витамины пьет человек. Тем, что перебьет вкус тоже апельсин, мандарин, либо запить соком каким-то яблочным, апельсиновым, чтобы перебило вкус просто. Наверное, это все, что я хотела сказать на данный момент. Еще раз скажу, что не паникуйте. Принимайте меры, все зависящие от вас. Принимайте меры, пожалуйста, будьте... Пожалуйста, ответственно отнеситесь к тому, что происходит сейчас. Чтобы не дошло, не дай богу, от того, какая ситуация сейчас в Италии происходит. Я уже не буду об этом говорить, не хочу хайповать на этом. Просто вот рассказала, как у нас, вообще я отзываю. Хочу сказать, что Чехия не склонна к панике, как мне кажется. Они довольно спокойные, и с какой-то... С одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Что вот их нужно именно заставлять принимать меры, потому что они как-то... Да, он болеет, ну ладно, нас не коснется. Поэтому подписали закон, выпустили закон. Люди принимают меры в этом случае, слушаются, законопослушные. И может это заставит их задуматься, распринимают законы, задуматься о том, что ситуация серьезная. И о своем здоровье, что есть угроза. Кстати, хочу сказать еще о том, что мы должны были как раз вот в Италии. Только первые случаи появились. Мы должны были 6 марта вылетать в Милан. В Милан, девочки, в Милан. Как раз вот в самый эпицентр. И у нас билеты были невозвратные, и забронированный отель невозвратный тоже, номер. И какая ситуация. По дням мы хотели лететь. У меня 7 марта день рождения. И вот муж мне такой подарок хотел сделать. Билеты нам вернули. Билеты невозвратные, но РНР молодцы. Они возвращают всем деньги за билеты. Рейсы отменили. И туда, и назад. Деньги вернули. Отель не вернули. У нас была переписка с отелем, что ну как так, они говорят, что у вас невозвратные. Мы написали за 2 недели еще до того, как мы были должны заселяться. Потому что в конце марта еще началась вот эта вот ситуация, которая... Были первые случаи, и нас это заставило вздуматься. Я говорю, да ну, я не хочу. Я как-то, я боюсь. Может лучше перенести, отложить. Не знаю. Я начала вот сомневаться, я хоть не ехать. И муж написал по поводу жилья, что как-то можно вернуть. Вот такая вот ситуация. Они написали, нет, мы вам вернуть не можем деньги. У нас безвозвратный. Ну хорошо. Спустя неделю мы им еще раз написали, что ну как вот начинается. С 2 марта уже довольно у них серьезная ситуация была в Италии. И мы написали, что вот есть опасность, угроза здоровья, министерство здравоохранения там заставляет там в Италии принимать какие-то меры людей, да. Мы не хотим ехать, почему как бы, ну, верните деньги. Они сказали, мы не можем вам вернуть деньги, мы можем вам предложить перенести на другую удобную для вас дату. Мы перенесли на другие даты, на конец мая, но я не уверена, что до конца мая это все пройдет. Но мне бы очень хотелось, чтобы в ближайшее время, конечно, уценили это все улегло. Надеюсь, так и будет. Ну давайте, наверное, на этом и закончим. Хватит. Не хочу. О грустном. Такая прекрасная погода на улице. Но на улицу мы сегодня не пойдем. И завтра, кстати, наверное, тоже. Предлагают воздержаться от бесцельных прогулок. И в общем лишний раз на улице не высовываться. Так и будем делать. Будем сидеть дома, заниматься делами. У меня куча планов на видео, поэтому мне сейчас это, как ни странно, на руку. Я вот гуляю таким образом дома, открываю окна. Если нет времени идти гулять, хотя мы каждые выходные стараемся погулять, но не сейчас. На работу мы ездим. У нас сам рабочий процесс построен таким образом, что мы довольно на большом расстоянии друг от друга находимся. На работу мы ездим. В раздевалках у нас вообще нет большого скопления народу. И на работу мы ездим не на поезде, не на трамвае. Добираемся машиной своей. Поэтому контактируем мы, конечно, по минимуму. Но никто не застрахован. Поэтому максимально, конечно же, все-таки принимаем меры. Стараемся беречь себя и окружающих людей, как это возможно. Все, девчонки, всем здоровья. Все будет хорошо, скоро все закончится. Не унывайте. Честно говоря, я стою время почитать Квей и посмотреть сериалы, до которых давно не доходили руки. Работайте, ну, в конце концов, у кого есть возможность перенести работу домой, у нас на предприятии сделали. Вот офис, они сейчас перешли на домашнюю работу. И удаленно работают дома сейчас. Менеджеры, продажники и так далее. Есть время отоспаться, отдохнуть. Заняться, наконец-то, какими-то делами, до которых у вас не доходили руки. С вешеным темпом жизни, заняться семьей, уделить им время, детьми. Поэтому все будет хорошо, не вынувайте. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok